О самых ярких спортивных событиях уходящей недели прямо сейчас. В студии Евгений Махин. Здравствуйте! 30-й юбилейный турнир по пауэрлифтингу и его отдельным видом завершился для котлашан почетным третьим местом. Соревнания прошли в спортзале Котловского речного училища. Самый главный рекорд турнира – количество его участников. 133 спортсмена из Котлоса, Коряжбы, Великого Устьюга, Вельска, Лузы и Новодвинска приехали в Ленингом, чтобы выявить сильнейших ответов. На каждом соревновании мы стараемся традиционно преимущество из поколений привить спортсменам молодым. Молодые спортсмены приходят, смотрят, мотивируются на здоровый образ жизни. Тем самым мы популяризируем, и ребята приходят в спортивные клубы. Также в городе на сегодняшний день множество спортивных секций, клубов, именно силовых видов спорта. Поэтому ребята приходят, с удовольствием занимаются и вот наступают на соревнованиях. Турнир посвящен памяти сильного спартака Василия Шулям. Это своего рода троеборья. Присед со штангой, становая тяга, сжим лежа на горизонтальной скамье, видов которых спортсмены могут показать себя. Зачет у них как сумма поднятого веса во всех упражнениях, так и каждый из благенностей. Настя, почему именно выбрала для тебя такой тяжелый, по сути, мужской вид спорта? У меня папа мастер спорта, и я хочу следовать за ним. А зачем выбрала этот вид спорта, почему? Не знаю, нравится вам. А какие вот уже веса поднимаешь? Ну... В Устюге были соревнования. 20 февраля я сделала 270 килограмм в общей сумме. В числе организаторов, участников и партнеров соревнований всегда есть представители казачьего общества в сильный отдел. Казачья всегда участвовала в бурном развитии нашей молодежи, в силовых видах спорта, ну и вообще в спорте и жизни нашего города. В командном зачете первое место заняла самая многочисленная сборная из Великого Устюга. 47 спортсменов набрали 125 очков. 96 у 30 атлетов из Коряжины. Словно 6 баллов от них отстали три десятка котласских тяжелоатлетов. Были на турнире и личные рекорды. Отношения Екатерина Кирилена, Ирина Верховцева, Александра Задорожного, Андрея Капустин установили рекорды Котласса. Артем Тропников в свои 24 года впервые за всю историю развития пауэрлифтинга в городе справился с весом 300 килограммов становой тяги. Вернувшиеся заморозки позволили провести заключительный этап школьной спартакиады – лыжные гонки. Основные забеги между школьниками состоялись еще на прошлой неделе, а на этой лыжный вид программы завершали ребята, которые в составе сборной города на минувшей семидневке выступали на соревнованиях в Ванеге. Дистанция для юношей 5 километров, для девушек – 3. Первыми в старшей группе юношей стал Дмитрий Бакшеев из первой школы. Среди девушек – Влада Захарова, Кручегодская школа номер 4 имени Гагарина. У младших всех быстрее оказался Алексей Калиногорский, ученик пятой школы, и Вика Карамзина, школа номер 75. Все результаты пошли в общую копилку баллов школьной спартакиады. Таким образом, на сегодня лидируют школы номер 18, 7 и 75. Где приятно провести выходные и праздники всей семьей? Конечно же, в фитнес-центре «Пластилин». Бассейн, акваэробика, сауна, солярий, тренажерный зал, фитнес-бар, комната отдыха. Мы всегда рады маленьким гостям и их родителям. Ждем вас по адресу Куимиха, улица Советская, дом 13. Подарите себе и близким качественный отдых. Женская сборная Котласа по волейболу в рамках чемпионата области с каждой игрой доказывает, что наши девчонки хотят и умеют побеждать. За плечами котловских волейболисток уже четыре игры, две из которых были очень непростыми. В начало турнира выездные матчи девчонки сыграли со сборной Новодвинска «Тэч-Сервис» и архангельской командой «Конкор». Обе встречи завершились приятно. 3-0 в нашу пользу. Следующая игра с северодвинской звездочкой состоялась уже в Котлосской дюшке. Практически равная борьба, но котлашанки оказались сильнее. 3-2. И снова Котлос впереди. Еще один домашний матч – встреча с фаворитом – Архангельской олимпийкой. Это команда, которая не раз становилась чемпионом области. Все игроки – выпускницы отделения волейбола Архангельской детско-юношеской спортивной школы. В Архангельске на каком уровне развития сейчас находится женский волейбол? Он развивается. То есть развивается достаточно хорошими темпами. Для этого у нас работает федерация волейбола, которая, соответственно, делает все для того, чтобы уровень повышался. Наконец-то начала женская команда ездить уже на северо-запад. Поэтому я считаю, это уже большой подвиг. Надеюсь, дальше больше. Ну, на каждую игру мы настраиваемся серьезно. Команда приехала сильная. И поэтому нам нужно постараться, чтобы показать нашу игру и не огорчить наших болельщиков. Котловские волейболистки действительно постарались, ведь игра была очень напряженной. Два первых периода наши девчонки проигрывали. Но, как говорят, дома даже стены помогают. И котлашанкам удалось переломить ход встречи. В итоге 3-2 в нашу пользу. В этот же день мужская сборная по волейболу принимала гостей из Архангельска команду «Каравелла». Это была первая встреча наших волейболистов в рамках финала шести чемпионата Архангельской области. Мужская сборная также показала свою волю к победе, выйдя победителем со счетом 3-2. В последние выходные марта котловские спортсмены примут у себя в гостях Архангельская «Динамо» и Северодвинский «Строитель». Игры пройдут в субботу и воскресенье с 19 и с 12.00 соответственно. Также в субботу в 12 часов женская сборная сыграет с командой СГМУ из Архангельска. Приглашаем болельщиков поддержать наших парней и девчонок. Еще об одном спортивном событии грядущих выходных дней. В субботу, 26 марта, всех любителей футбола приглашаем в Ичигодский дом физкультуры на заключительные игры чемпионата города по мини-футболу. Болельщиков ждут 4 яркие игры. Ведь именно в них определятся лучшие команды мини-футбольного сезона 2016 года. Сам турнир идет уже больше месяца. В нем участвуют 18 команд из Котласова, Чегодского, Ильинска-Подомского и Шипицына. Проведено более 80 встреч. И вот долгожданный финал. Организаторы обещают сделать настоящий праздник спорта. У болельщиков будет возможность получить супер-приз от Котласской федерации футбола. Начало игры в 12.30, в 16.30 награждения и закрытие чемпионата. Это все спортивные новости на сегодня. Я прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok